Всем привет! Я хочу поделиться с вами своими фаворитами. Фаворитов было много и эти фавориты перемешаны между собой. В основном, конечно, косметические фавориты, но разноплановые. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. И первое, что в фаворитах у меня появилось, это масла для лица. Я масла для лица открыла для себя только в начале этого года. Я, конечно, покупала и в прошлом году какие-то масла, но я ими не пользовалась по какому-то прямому назначению. К примеру, у меня есть масло виноградных косточек. Я его использовала весной для лица, как увлажнение и питание на ночь. Потому что меня обсыпало и ничего мне не помогало, никакие крема и шелушения становились все больше и больше. Высыпания проходили очень медленно, поэтому я прибегла к некоторым средствам. И одно из них это вот такое вот масло виноградных косточек. Я его очень полюбила. Оно и предназначено для кожи, которая склонна к высыпаниям. Поэтому это был мой любимчик, мой фаворит. И сейчас, не знаю, видно или не видно, но раньше у меня были высыпания. Сейчас остались вот немножко в этой области. И они уже проходят. И еще одно масло, которое меня тоже покорило. Насколько я знаю, можно пользоваться маслами под глаза. И это масла пшеничных зародышей. Кокосовое масло. Это те, о которых я знаю. И масло, которое меня просто покорило, это масло персиковых косточек. Я просто от него в восторге, потому что я пользовалась и пшеничными зародышами, и кокосовым маслом. Но лучше вот этого масла ничто не осветляет мои круги под глазами. Вот буквально день назад я закончила его использование. Не из-за того, что продукт закончился, а я решила чередовать масла. В май месяц я пользовалась вот этим маслом персиковых косточек. И мне оно очень нравилось. В июне я буду пользоваться пшеничными зародышами. В июле я попробую воспользоваться кокосовым маслом именно на ночь. Какие-то обычные крема не дают мне должного увлажнения и питания. Так как я пользуюсь консилером, корректором под глаза целый день, пребывая с этими продуктами на лице, у меня пересушивается вот эта область. Когда я делаю там макияж какой-нибудь, там не знаю, там не смоки айс, конечно, но все равно наношу тени на века верхние, то я его как-то, знаете, так постоянно затираю, дергаю, когда наношу какой-либо макияж, и тоже пересушивается эта область. Поэтому вот масла меня спасают, масла как-то дают мне должное питание. Мне они в этом плане очень нравятся. Для лица я раньше тоже вот побаивалась использовать, потому что сам дискомфорт вот масла на лице, ощущение его на лице, мне не очень нравилось. Но когда уже была безвыходная ситуация, и я прибегла к использованию масла виноградных косточек, я поняла, что мне наплевать, какое у меня ощущение. Пусть лучше будет такое вот не очень ощущение от масла, чем зуб на лице и куча прыщей. И еще одно масло, только уже эфирное масло, которое помогало мне в борьбе с прыщами, так как я ранее говорила, упоминала уже о том, что у меня были жуткие высыпания, причем по всему лицу. Я прибегла к эфирному маслу. Это масло чайного дерева. У меня его, конечно, осталось совсем капелька, уже, я не знаю, на раз, наверное. Бутылек у меня 10 мл. Хватило мне его надолго. Могу посоветовать. И дальше уже пойдут косметические продукты для лица. Начну я с двух подводок для класс. Это у меня коричневая от Julia и черная с такими блестками от Avon Super Shock. Вот именно такие подводки я любила использовать весной. Я просто обожала стрелки. Не знаю почему, хотя не всегда они у меня получаются, не всегда я их хорошо и правильно рисую, но я их просто обожала. У меня даже дневной макияж был с использованием стрелок, поэтому вот такие вот два весенних любимчика у меня были для глаз. Еще у меня было много средств для губ. Я использовала вот такие вот два бальзама. Этот бальзам я приобретала очень уже давно. В прошлом году еще, по-моему. Это у меня Lip Butter от Nivea. Он такой масляный идет. Я его использую на ночь. Я когда его использую, я утром просыпаюсь, и у меня губы до сих пор еще с бальзамом. И мне это нравится. Я люблю ощущать какой-либо бальзам на губах. Я тогда знаю, что мои губы питаются, увлажняются. Я люблю наносить толстым слоем. Люблю, когда у меня прямо они такие вот, действительно, как вареники в масле, что ли. И второй бальзам это Avon Care. Пчелиное маточное молочко с SPF защитой. Он легкий, в то же время очень хорошо увлажняет губы. И у него такой ненавязчивый, приятный запах. Он мне даже чем-то по свойствам напоминает вот этот вот Lip Butter. Конечно, они не одинаковые. Именно по текстуре они совсем разные. Но вот ощущение такое вот на губах у них вот схоже. Вот именно для меня. Я такой бальзамчик приобретала специально для работы. Потому что не очень мне удобно использовать вот такие вот бальзамы какие-то в баночках. Хотя они мне нравятся. Но мне неудобно, потому что туда нужно лазить пальцами. А это на работе для меня неприемлемо. Еще у меня были вот такие вот средства для губ в любимчиках. Потому что я как-то много всего стала покупать именно для губ. Почему-то вот только для губ у меня больше всего средств. Но расскажу поподробнее. Вот эти вот два блеска были моими фаворитами. Первый это от Reluie Fashion Gloss в 10 оттенке Соблазн Бали. Он нежно-розовый в тюбике, но на губах он практически прозрачный. Какой-то еле-еле-еле цвет он дает губам. Но его практически незаметно. Неплохо увлажняет губы. Неплохо смотрится на губах. Поэтому в принципе он мне и нравился за свои какие-то вот свойства. Ненавязчиво нанести, выбежать в магазин, чтобы не красить там супер-пупер что-то на губах. И большую часть весны я пользовалась, конечно же, вот таким вот блеском от Parisa Lip Gloss. Я не буду коверкать язык, как называется эта серия. Но она вот в таких тюбиках, у меня он матовый идет. Я знаю, там есть такие шиммерные оттенки. Но я шиммерные не очень люблю. Либо с блестками какими-то на моих губах и с моей какой-то вот своеобразной внешностью. Как-то вот шиммерные какие-то оттенки, либо сатиновые, выглядят очень вульгарно, либо как-то старят меня. Мне это не нравится, поэтому я приобретала давно еще вот такой вот матовый оттенок с таким выбеливающим эффектом. В некоторых видео вы можете увидеть у меня его на губах. Я его просто вот, я не знаю, вдоль и поперек им пользовалась. Запах у него очень такой нежный. Какой-то запах алоэ что ли, я не знаю. Посмотрите, вот нежный такой оттенок и он еще плюс ко всему за счет этого такой вроде бы и нюдовый и в то же время выбеливает немножко губы. Мне очень нравился такой эффект. И весной были моими любимчиками две помады. Одна помада еще у меня с прошлого года. Это Флор Мар. Кстати, в пустых баночках, в пустышках, по-моему, Майя, я уже точно не помню, по-моему, Майя, кто-то под видео у меня из девчонок спрашивал, что у меня на губах. Так вот, это была эта помада. Это такой цвет фуксии что ли, но он не прям такая вот, наверное, фуксия-фуксия. Вот так вот она выглядит. Я ее тоже использовала вдоль и поперек. Губы она делает просто такими бомбезными. Я просто в центре внимания, когда у меня вот эта вот помада на губах. Но эта помада подсушивает губы. И прежде чем наносить ее, я всегда пользуюсь бальзамом. И еще одна помада. Это помада, которую я очень любила. Помада от Этуаль в их новом оформлении. Не только оформление, это новая серия ихняя. По-моему, называется она Color Rich. Если я не ошибаюсь, у меня в 104 оттенке Pal Rose. Это такая пыльная роза. Я просто обожала этот оттенок. Я не знаю, он меня просто покорил. И когда вот я ее приобрела, вот с этого времени, я не знаю, я практически каждый день с ней была на губах. Я обожала этот оттенок, потому что я давно искала такой оттенок. И вот когда нашла, я без ума от этой помады. Помада не растекается, не забивается в какие-то складочки, не образовывается белая пленка. Она не сушит губы. Я не знаю, просто вот идеал из идеала. И дальше уже будем спускаться ниже по телу. Я любила использовать уже с наступлением весны вот такого дезодоранта, который я покупала в одной из групп ВКонтакте. Группа-посредник, у которой можно приобрести заграничные товары, будем так говорить. Я приобрела вот такой вот дезодорант. Это аналог Dry Dry. Я, конечно, хочу все-таки попробовать Dry Dry. У нас в аптеках иногда он появляется, в одной аптеке, определенной какой-то, я не знаю почему. Когда я захожу в аптеку, либо у меня нет денег с собой, именно назначенной суммы, которую он стоит, либо, когда я прихожу с деньгами, его уже нет. У нас как-то разбирают его очень быстро. Я не знаю, в каком количестве, конечно, его привозят, но вот разбирают очень быстро. Я пока еще не допользовала вот это средство. Оно мне тоже нравится, оно мне тоже помогает. Я думаю, когда оно у меня закончится, я, конечно же, все-таки попробую Dry Dry. Но пока оно у меня есть, и я им очень довольна. И перейдем к средствам для ногтей. Я весной почему-то любила пользоваться... Давайте с самого темного начнем. Это у меня от LCF, такой... Он сиреневый, но такой более пастельный. Камера его передает почему-то таким ярковатым немножко. Это у меня 017 оттенок. Такая вот миниатюрка. Так, еще я любила пользоваться таким вот нежным-нежным оттенком от Maxi. Это такой нежно-розовый оттенок. Очень мне нравился. И он еще идет с таким вкраплением блесточек очень мелкого помола. Они ненавязчиво смотрятся на ногтях, не вульгарно. И этот оттеночек у меня 124. Еще я любила пользоваться вот таким вот оттенком весной. Это такой оранжевый пастельный оттенок. И мне он очень нравился. Это у меня оттеночек 099 фирма Color Intense. Еще я пользовалась таким вот телесным, пастельно-телесным оттенком. Это у меня от Malva Shine Touch и оттеночек 109. И еще один лак. Это уже такой просто эффект выбеливания пластины ногтевой. От Lamelle у меня Pro Lasting Finish. И оттенок у меня стерся. Я не знаю какой это оттенок. Но какой-то 001 по-моему или 002. Что-то такое. Я очень любила им пользоваться вот именно на каждый день, когда не хотелось ничего такого использовать, когда настроения может не было, может быть времени не было накрасить ногти, то тогда я прибегала к этому вот оттенку. И еще я любила использовать для кутикулы масло. У меня масло здесь витамин Е. Я в него добавляла различные масла. Я уже точно не помню, но помню, что я добавляла, по-моему, пшеничные зародыши. Масло персиковых косточек. И, по-моему, уже жаба, если я не ошибаюсь. Можно использовать даже масло в чистом виде витамин Е на кутикулу. Оно, конечно, не супер-пупер будет увлажнять вашу кутикулу как-то. Но мне довольно-таки его хватает, этого увлажнения, для того, чтобы отодвинуть кутикулу. Кстати, да, я сейчас практикую необрезной маникюр. Не очень еще такие ухоженные, но уже лучше, чем они были изначально. И в этом мне помогало любое масло. Можно в чистом виде любое масло наносить, которое именно увлажняет хорошо. И еще в любимчиках у меня для рук были два крема. Один крем у меня уже закончился. Это крем от Арифлейн из вот этой серии, которая с шоколадом. Вот здесь шоколадная плитка нарисована. И пользовалась им как и на ночь, так и в течение дня. И перед выходом на улицу, и на работе им пользовалась. В общем, везде-везде-везде я его потестировала. И мне он очень нравился. Еще один крем для рук, который я любила, это от Organic Shop. Крем-бальзам даже. Для рук и ногтей. Органическая масляная роли, жемчужная пудра и сенегальская акация. Я этот крем сначала не поняла, потому что у него какая-то текстура такая, знаете, вот с каким-то перламутром даже. У него текстура и легкая, и в то же время руки становятся такие вот, как будто вы нанесли жирный крем. Вот ощущение само такое. Честно вам скажу, за неимением чего-либо, если я увижу на прилавках этот крем, я его, конечно же, возьму. Если я не найду ничего другого. А так, он был моим любимчиком из-за того, что у него офигенный запах. Вот этот запах очень приятный, такой цветочный, такой даже немного тяжеловатый и навязчивый, но он быстро выветривается. И мы спускаемся все ниже и ниже. И вуаля, мы спустились к ножкам. У меня в любимчиках вот такая вот пена. Она мне действительно понравилась. Я приобрела сейчас новую, тоже от Nivea. И вот она мне не очень нравится. Вот это, почему я ее отнесла в любимчики, потому что предыдущая, которая у меня от Arco была, неплохая тоже. Они где-то вот наравне Arco. И вот эта вот пена от Nivea для чувствительной кожи в Arco мне не очень нравился вот этот запах навязчивый, который оставался на теле. Вот этот мужской запах. Я не люблю такие запахи ощущать на своем теле. Поэтому мне он не очень как бы так понравился. Но если я опять же зайду в магазин и ничего такого не будет, я конечно же возьму Arco, если вдруг что. Эта пенка меня чем покорила. Очень обильная пена. Такое ощущение было, как будто становилось ее все больше и больше. Ненавязчивый запах. Вы его ощущаете только и то так еле-еле, когда вы занимаетесь самой процедурой. И хватает ее на долгах. Кстати, хватило на дольше, чем пены Arco. Arco мне хватило даже меньше, чем на месяц. А вот этой вот от Nivea, по-моему, полтора месяца мы пользовались. Может быть даже больше. И еще один любимец, конечно же, как же без туалетной воды в фаворитах. Я уже говорила, что я люблю эту туалетную воду, что я просто от нее без ума. И еще раз повторюсь, я осталась также при своем мнении по поводу этой туалетной воды. Это Eternal Magic Enchanted. Это действительно, поистине, малиновый такой запах. Мне напоминает именно период весны. Но он не стойкий. Это главный его минус. Я хочу найти какой-нибудь, может быть, аналог. Может быть, аналог из обычных туалетных вод. Либо каких-то духов. Неважно, какой фирмы. Просто хочу найти какой-то подобный аромат, чтобы заменить. Потому что она уже не продается в самом каталоге. И в распродаже, по-моему, уже ее нет. Вот поэтому я хочу найти что-нибудь другое, но с подобным запахом. И еще, что я любила в этом месяце, это, конечно же, яблоки. Я просто их обожала. Я не могла вообще без них жить. Мне нужно было каждый день их есть. У меня дома они должны быть, у меня на работе они должны быть. Я без них просто не могла. Мой молодой человек даже говорит, что, господи, ты, блин, скоро какать яблоками будешь. Но вот я не могу. Это для меня все равно такой вот весенний фаворит. Вот и все мои фавориты. Надеюсь, все показало, что хотела. Надеюсь, вам также было интересно смотреть меня. Как и мне было интересно с вами поделиться этим всем. И, конечно же, увидимся в следующих видео. До новых встреч. Пока-пока.